Привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал, продолжаем, продолжаем. Европа-Университет 4, Вьетнам, Нефритовый дракон, так далее, колонизируем. В общем, первая новость. Накануне я пытался записать серию, и программа затупила. Решила, что совершенно не надо ничего снимать, даже голос не захватывало. Решила просто снять фоновое изображение. Я не знаю, почему это произошло, потому что я никакие настройки не менял, но, тем не менее. В общем, объясняю, что я упустил таким образом. Я выяснил, что мы не можем интегрировать Курилы, потому что, как оказалось, они слишком далеко. Наша колониальная дистанция эффективная где-то вот здесь вот в середине Японии заканчивается, вот так вот, да, и дальше все. Дальше, чем провинция Усуги, мы дальше не можем никого отправлять из колонизаторов. Соответственно, здесь, если по континенту смотреть, то вот где-то в серединке Кореи это заканчивается. И дальше на север мы уже не можем ничего достать. Такие дела. Поэтому мы оказываемся, даже план Б, в общем, не срабатывает таким образом. Получается, что даже если я захвачу Окинаву, и даже если я каким-то образом непонятным, я, по-моему, не представляю себе, как захвачу вот здесь Корейский остров, все равно этого расстояния, ну, наверное, хватит. Вот от Корейского острова, наверное, хватит, но я совершенно не представляю, как я его должен захватить. То есть это совершенно дешевый остров, но у меня нет ровным счетом никаких претензий на Корею. Я отправил туда приватиров, но Корея, естественно, на нас никак не нападает. В общем, не знаю. То есть Окинаву еще как-то захватить можно, потому что они тут язычники, и у нас есть Казус Белли, поэтому. Но в Корее-то они не язычники, они конфуцианство исповедуются, соответственно, мы не можем на них просто так напасть. Не знаю, в общем, я не придумал, и с горя решил, что, наверное, нужно как-то пытаться нападать на Пасаи, укрепляться торгово, потому что, очевидно, что быстрый очевидный ран не получится. И, в общем, все очень удачно совпало. Во-первых, самое важное, это то, что... Я, наверное, это было еще в прошлых сериях, до того, как я одну пропустил. Пасаи и Сиак воевали. Сначала Сиак был большим государством на полуострова, но Пасаи оказались сильнее, они постепенно их захватывали, захватывали. В итоге Сиак оказался с столицей и маленьким островком вот здесь, островок Линга. Ну и дальше, соответственно, Пасаи ведет войну, они оккупировали столицу и высадились на остров. Оккупируют его. Я это заметил, и по-быстрому перебросил все свои войска сначала на островную базу, затем на основной остров, и объявил войну, у нас уже были претензии на шахту с золотом, на провинцию с золотом, вернее, где у них шахта. Вот, мы возьмем эту провинцию и, наверное, еще возьмем в войне вот эту провинцию. Потому что здесь тоже производится металл, металл хорошо стоит. Вот. Другой альтернативный вариант взять вот эту провинцию со специями, но, мне кажется, она того не стоит, потому что здесь базовая стоимость провинции выше. Вот. А нужно учитывать, что это все земли совершенно другой религии, и причем это земли мусульман, а их вообще очень сложно обратить в другую религию. Так что не будем, наверное, заморачиваться с базовой стоимостью 3, нам достаточно одной такой провинции будет. Тут все-таки золото, я готов мириться с каким-то беспокойством на золотой провинции. Хотя нам, наверное, придется повысить автономию, и мы едва ли что-то будем получать. Хотя нет, на золото, похоже, автономия не распространяется. Тем лучше. Вот. Поэтому я удачно, в общем, подобрал момент, ввел в свою большую армию, у нас хороший полководец, и он просто не может пересечь этот пролив. А дальше я попросту маленьким стаком начал оккупировать его территорию, вот две провинции уже оккупировал, и маленьким стаком ходил и грабил его земли. Ирония в том, что я перед тем, как объявлять войну, проверил, у него совершенно не было резервов, поэтому пополнять ему армию неоткуда. И сейчас он стоит на вот этом острове, и он уже распустил его. У него было 14 подразделений. Я только сейчас заметил это, кстати. Он уже распустил подразделения. Видимо, у него совершенно нет денег. И это хорошо. Это значит, что мои грабежи сказываются, я оккупирую его золотую провинцию, в общем, это хорошо. Тем более, что мы получаем со всего этого доход. Кстати, те приватиры, которых я отправил против Кореи, да, вот эти пираты, три корабля, это корабли, которые целиком построили на деньги, награбленные в Пассае, просто. Наши вассалы, кстати, абсолютно в этом бесполезны. Я их позвал всех в войну тут, и Аюте нам помогает, но они абсолютно бесполезны, они ничего не могут сделать, они вообще не понимают, что нужно. У них кораблей, похоже, нет. Единственное, что у Пассае по-прежнему большой флот, и они его не распускают. Интересно, как долго, как много времени пройдет, прежде чем они начнут распускать. Притом, у него там есть транспортники, но он ничего с ними не делает. То есть он мог бы запросто как-то десантировать свои войска, хоть у него и нет резервов, но он мог бы как-то десантировать свои войска, потому что у него есть тяжелые корабли, я совершенно не предпринимаю попыток с ним сражаться, я спрятал весь свой флот. Но, в общем, как пошло, так пошло. В общем, я только что закончил цикл, второй цикл грабежей, через 6 месяцев модификатор уйдет, и мы будем грабить его еще раз, потому что что-то мне подсказывает, что XT и Торма надо оставить здесь. Вот, собственно. Так что мы в положительном балансе, все у нас отлично. Я даже подумал о том, что, может быть, отправить куда-нибудь еще колониста, но, наверное, пока что не буду этого делать, я лучше сфокусируюсь на строительстве кораблей. У нас один корабль строится, и мы можем заложить еще несколько. Давайте вот еще один корабль заложим, пока у нас есть возможность такая. Альтернативный вариант, кстати, с колонизацией, это найти советника. Но я вот только что проверил, мне это в предыдущей серии не пришло в голову накануне. Мне сейчас пришло в голову проверить, есть ли советник на колониальную дистанцию, и, короче говоря, советник... А, это не административный, это дипломатический. Он есть, но он третьего уровня. Так что... Ну, не вариант. Ну, совершенно не вариант. Можно было бы, конечно, его нанять, мгновенно начать интегрировать, и после этого его выгнать сразу же. Но, мне кажется, это в пустую потраченное время. Мы не так много... Не так сильно страдаем. Выполнили миссию по созданию флота, что хорошо, отлично. Давайте отправим еще больше приватиров. Новая миссия. Урезонить Минг. Сфабриковать претензии на Ангкор. Ангкор... Мне кажется, это подходящая для нас миссия. Сейчас у нас все равно есть свободный дипломат. Мы будем фабриковать претензии на хмеров. Кстати, перемирие с ними скоро заканчивается, где-то через два года, через год. Так что война, я думаю, будет неизбежна. В ближайшее время еще одна. Но у хмеров вряд ли сейчас будет какая-то большая армия. Более того, у них до сих пор нет армии вообще. А это... Ну, кстати... Да, на Ангкор нам надо бы сфабриковать. Здесь у нас уже есть клеймы. В общем, мы будем постепенно съезжать... Съезжать с едоких миров. А после этого обратимся на Аюте уже. Потому что... Они, конечно, наши союзники и все такое, но... Выживет только один. В общем, ждем, пока пройдут модификаторы. Когда тот заканчивается. А, 12-й, 8-й. Ну, ладно, ждем. Вот, видите, он распускает армию. Уже 8 подразделений у него осталось. У него просто нет средств. При этом он не распускает свои корабли. То есть нет бы от тяжелых кораблей избавиться. У него два тяжелых корабля, а они стоят ему целый дукат. В месяц. Тем не менее, он их не отпускает. Что довольно глупо. Потому что все, что он делает, это блокирует... Ну, вот это у меня провинцию блокирует, да? И вот это. Но они не являются важными центрами торговли. Поэтому совершенно непонятно. Совершенно непонятно, что здесь происходит. Ну, еще у нас постепенно продвигается мятеж кхмеров. А, за пропавшую прошлую серию я обратил в буддизм местное население. Поэтому у нас здесь совершенно нет риска восстания. Абсолютно никакого. Но от этого легче-то не становится. Интегрировать мы ее все равно не можем. А значит, мы не можем колонизировать дальше. Потому что только от нацпровинции можно колонизировать. Да. Это уже второе событие, которое подрывает нашу стабильность. Предыдущее было недовольно знать. И мне пришлось отказаться от армейской традиции. На самом деле мы потеряли всего 5 очков. Так что я считаю, что у нас очень низкая традиция. Поэтому пофиг вообще. Вот. А теперь мы либо потеряем в налогах, либо потеряем стабильность. Я думаю, что мы потеряем в налогах, потому что по деньгам мы пока что нормально себя чувствуем. Да. И вот уже не так нормально, потому что налоги это наша основная статья доходов. Фигово, что мы опускаем. Но ничего. Другая проблема это то, что у нас достаточно высокая инфляция. И с приобретением золотой провинции, провинции золотой шахты, наша инфляция будет постоянно только расти. И это не очень хорошо. О. Ланна заключила союз с Ахмерами. Ну это же хорошо, это же замечательно. Ланна, хочешь быть моим вассалом? Я уже, наверное, проверял. Они хотят брак, но они не хотят быть вассалом. Слишком крупное для того, чтобы вассализироваться. Ну. Я думаю, что мы сделаем следующее. Интересно, Ахмеров можно выставить? Стасализировать одной войной. Нет, нельзя. 112. Черт. Плохо. Не знаю, не знаю. Ладно, с этим мы потом определимся. Нам нужно понять, что будет здесь происходить. Так, ну что, модификаторы ушли, давайте. Я, значит, объясню, как я делаю, как я граблю. Это довольно крутая механика. Что? Почему мы ничего не ограбили? Ну-ка. Я только что это делал. Вот. Ограбили. Поехали. А, потому что эта провинция близко к оккупированной. Ее нельзя. В общем, правила такие. Вы берете любое количество юнитов и ставите их на вражескую провинцию. Она не должна ограничить с вашей территорией, территорией союзника, или любой оккупированной вами, вашим союзником, территорией. То есть оккупации тоже считаются. Поэтому вот эту провинцию нельзя грабить. Соответственно, когда вы грабите, вы получаете годовую базовую стоимость провинции. Вот эти вот три дуката в данном случае мы получили, да? Плюс провинция получает штрафы. Идем дальше. Обязательно нужно, чтобы армия там остановилась. И среди часто встречающихся просьб у других известных ютуберов, каких-то, которые я смотрю, народ говорит, что нужно сделать... Как вот здесь есть автоподавление мятежей. Нужно сделать такую же кнопку, которая автоматически бы грабила. Потому что это было бы очень удобно. Получается, что вы фокусируете все свое внимание на грабежах. Ну вот, как видите, я уже награбил тут дофига... Ох ты, а что у нас такой бешеный доход? С чего бы это... А, потому что игра учитывает всемесячные... Да. Смотрите. Здесь это никто не подписывается. В общем, мы... Все, что мы награбили, учитывается в месячном доходе. Как бы. Что не совсем правильно. Так, ну что, давайте посмотрим, сколько же нам нужно военного счета, чтобы взять эту провинцию. Семь. Они уже согласны, в принципе, отказаться от своего золота. Ну, я думаю, что мы все-таки попробуем... Прованс будет передавать торговую силу Кастили. Что? О чем вы говорите вообще? Кто такая Кастилия? Кто такой Прованс? Не слыхал? Не слыхал о таких. О, а это что? Ливан. Прикольно. А, мне кажется, я это уже видел. Вассал Османской империи. Прикольно. Мне кажется, я на это уже обращал внимание. Но, тем не менее, ладно. К нашим делам. В общем, он продолжает распускать армию. Думаю, что меньше восьми он, наверное, не опустится уже, раз он... Дальше так не... Мы стоим здесь опять. Такс. В общем-то, мы ничего не теряем, по сути-то. Давайте пустим эти деньги в дело. Нужно построить еще кораблей. Мы можем построить еще четыре корабля, так что, я думаю, заложим два. Вот, а этот отправим дальше заниматься пиратством. Уже четыре-пять кораблей занимаются пиратством. Сколько мы с этого получаем дохода? Немножечко, не очень много, но получаем какое-то количество. Они воюют с Маньчжурией. А Маньчжурия как к нам относится? Враг врага. Если мы сможем улучшить отношения с Маньчжурией до сотни, что мы вполне можем сделать, мы сможем, наверное, гипотетически навязать мир между ними. Но это уже поздновато. Как Минк к нам относится? Минк целиком положительно. Но они даже жениться не хотят. Нейтрально к нам относятся, короче говоря, совершенно не заинтересованы. Проблема с Кореей, кстати, да. Проблема плана нападения на Корею еще и в том, что они союзники Минк. Плохо дело. В общем, наверное, нам нужно ждать, пока у нас увеличится колониальная дистанция, а произойдет это на седьмом уровне. Удачи. То есть это совсем не скоро. И, наверное, будет быстрее уже колонизировать куда-то в эту сторону. Не знаю, но на Гавайи как-то пока что без армии стрёмно отправлять. Армия вся занята. Так что, наверное, пока что подождем. Можно было бы отправить сюда куда-то, на острова, типа на Кирибате. А это даже не исследованные острова. Вот здесь почти закончилась колония, что замечательно. Новая Каледония. Ну, это я не знаю, как бы. Наверное, нам нужно в эту сторону как-то двигаться. Но для этого нам понадобится еще корабль. Так, что там? О, штрафы ушли. А, на этой провинции их и не было. Когда заканчивается Диата? Понятно. Пока постоим еще. Как видно, что он больше не распускает. Не распускает больше. Ни флот, ни... Ну, флот он не собирался, но и армию он больше тоже не распускает. Сфабриковали претензии. Новая миссия. Захватить анкор это вряд ли произойдет. Улучшить отношение с МИК до сотни. А это реально? Мне кажется, что это нереально. Достичь религиозного единства это тоже не случится. Ну, в общем, у нас нет другого варианта. Ух ты, монастырское образование. Что делает? Сил миссионеров. Но при этом повышает порог принятия культуры. Прикольно. Я такого раньше не видал. Интересно. А-а-а-а... Хамма. Да, кстати, еще у нас сейчас очень хороший король. И следом довольно неплохой наследник. Но у него средний клейм. Так что... Так что просто ждем. Ждем, пока пройдут модификаторы. Свободных дипломатов. Я не знаю, как утилизировать. Массализироваться они никто не хотят. Печаль, беда кругом одна сплошная. А, отлично. Взяли провинцию. Ну что, напоследок погравим еще раз? Давайте посмотрим. Я хочу вот эту и вот эту. Он согласен. Еще дай мне денег. Много денег. А лучше, знаешь что? Лучше вместо денег... Плати мне репарации. Не хочешь? Минус три. Ну так нам, может, тогда что-нибудь еще оккупировать и репарации взять. Мне кажется, это будет повеселей. Вот. А тем временем пойдем грабить все на свете. Почему? Нет, меня совершенно это не тяготит. Здесь, кстати, есть какая-то другая страна, которую можно освободить. Погоруюнг. Но я не вижу в этом особо никакого смысла. Прибрежное государство такое небольшое здесь есть. Их можно было бы освободить. Но это не имеет никакого смысла, потому что мы берем провинцию с золотом, чтобы у нас было золото. Без него будет тяжко. Единственная другая цена здесь провинция реально. Это его столица, потому что она является важным центром торговли. Никаких больше других важных провинций тут нету. В принципе-то. Да, давайте посмотрим. Да. Единственное. То есть во всем этом торговом центре есть еще другие важные. Так, что у нас тут? Вот Бруней, их столица. И Малако, естественно. Но это все столица. Это значит, что нам нужно целиком съесть эти страны. Или хотя бы как-то изолировать их столицы. Но изолировать это довольно проблематично, потому что это прибрежное. Ну вот в Пасае, наверное, можно как-то изолировать. Взять вот эту, вот эту и вот эту. Это дофига, смотрите. Три, шесть, восемь. Это дофига. Базовые стоимости достаточно высокой. То есть их дорого интегрировать. К тому же, куда нам такое количество сунницкой земли? Нам столько мусульман в жизни не проживать. Мы их не обратим просто в свою религию. Ну и все, собственно. Как он там? Может быть созрел, нет? Уже ноль. Ну, ближе к делу. Скоро он согласится на наши требования. Так, колонизировать Манилу. Я думаю, что мы возьмем эту миссию. Потому что почему бы и нет. Так. Отправляем сюда колониста. Он нам быстренько выполнит миссию. Мы его отзовем обратно, потому что я не собираюсь колонизировать попросту. Вот, кстати, еще корабли. Они у нас отправятся... Пока что я не решил, куда. Пока что отправим их тоже пиратствовать. Вообще, мы получаем такой маленький доход от пиратства, что, мне кажется, это не имеет смысла. Они не окупаются, мне кажется. А, он готов принять наши условия. Ну, давайте еще из него денег вытрясем немножко. Ну, подождем чуть-чуть. Ну, конца месяца подождем. Может, еще можем несколько дукатов из него стряхнуть. О, 18 дукатов отлично меня устраивает. Вот, разрезали его таким образом пополам. Начинаем интегрировать провинцию здесь и провинцию тут. Они нам не очень дорого обойдутся, но достаточно, как мне кажется. Теперь можно... Наши торговые сюда возвращаются. Это наши транспортники. Этих ребят мы, наверное, тоже отправим защищать торговлю в Малаке, потому что почему бы и нет. Эти тоже будут у нас защищать торговлю. Мы все корабли отправим в Малаку, потому что, ну, нам больше ничего не осталось. Это самый богатый у нас торговый центр в округе. Мы, хотя и обладаем очень низким количеством торговой силы, давайте посмотрим. Мы получаем бешеные штрафы. А, ну, правда, часть из этих штрафов уйдет из-за того, что мы... Слишком... Большой у нас государство, слишком много земли съели. Но это... Это пройдет, это не страшно. Точно, у нас еще есть конфуцианство вот в этой провинции, которая досталась от китайцев. Но... Пока что... Ничего не буду с ней делать. Закончилась колония. Давайте искать, куда мы отправимся дальше. Нам нужен один корабль. Один легкий кораблик. Потому что он на миссии, конечно. Возьмем вот этот корабль. Заведем его в порт. А эти возвращаются к торговле. Ну вот. Давайте посмотрим. Золото приносит нам целых два дуката. Это больше, чем мы... Больше, чем мы зарабатывали со всей торговлей вместе взятой, пожалуй. Тут, конечно, достаточно высокий риск восстания. Но давайте посмотрим. На производство золота, то есть на добычу золота, здесь автономия никак не сказывается. Поэтому, поскольку мы с нее все равно ничего не получаем с этой торговлей, с этой провинцией, то я считаю, нам нужно просто поднять здесь автономию, совершенно не париться и забыть, можно сказать, про это, про все. Вот, ну вот с этой провинцией совершенно другое дело. Здесь, наверное, я бы пока не стал поднимать. Посмотрим. Выполнили миссию, отлично. Интегрировать Ланг Занг. Не думаю, что это произойдет в ближайшее время, потому что нам нужно спешить к следующим технологиям, чтобы мы могли колонизировать дальше. В связи с этим, думаю, что мы не будем пока что интегрировать наших вассалов. Юнань. О боже, он опять дает нам эту миссию. Нет, игра, мы не будем этого ничего делать. Ты ничего не понимаешь, игра. Отозвать отсюда колониста нам это не нужно. И, наверное, нам нужно искать способы как-то колонизировать дальше. Но тут вот сложный вопрос, какие острова выбрать. Мне кажется, что, наверное, на Гавайи будет правильнее всего отправить колониста и отправить армию, потому что они пока что находятся восточнее всего, что мы нашли. С другой стороны, вот здесь, по низу, по Полинезии, наверное, колонизировать будет быстрее. Не знаю, непонятно, в общем, совершенно непонятно. Давайте пока что подождем. Временные траты как-то постараемся их избежать. Золото нам пригодится. В общем-то, у нас еще есть на что его тратить, на постройку еще кораблей, например. А мы пока что возьмем отсюда группу из двух, трех солдат и кавалерия. Погрузим их на корабли. И эти корабли у нас будут тусить где-то в наших колониях. Я предполагаю, что где-то здесь, потому что в любом случае мы в ту сторону будем двигаться. Дальше. А, конечно, мы сразу же потеряли свою колонию, мгновенно, это естественно. Теперь мы наймем первооткрывателя. У него достаточно хорошие статы, надо сказать. И мы отправим его сперва сюда, А затем открывать новые земли. Вот как-то так. Вот как-то так. Потому что нам нужно... Я думаю, что по Полинезии все-таки будет быстрее. Посмотрим. В конечном итоге уже перевалило за 1520-е годы. В это время у Португалии и у Испании уже во всю колонии в Южной Америке должны быть. Там, как обычная, динамика развивается. Но это неизвестно. Укрепить Курильские острова. Традиции и резервы. Ну, мне кажется, это нет особо никакого смысла. Тем более, что золота у нас все равно нет. Новые советники какие-нибудь? Нет, что-то не особенно. Оу, бегу в состоянии войны. И они нас не позвали в войну? Ланна. Нападает на Хсенви в Монг-Янгском завоевании. То есть Монг-Янг напал на Хсенви. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. А Монг-Янг еще и в союзе с китайцами. Китайцев он тоже, видимо, позвал. Стало быть. Сейчас самый, блин, подходящий момент нападать на Кхмеров. Тем более, что у нас нет перемирия. Клейма у нас есть. Армию их я нигде не наблюдаю. Я думаю, что наши вассалы сделают все как надо. Мы просто объявим войну. Давайте подумаем, за какую провинцию мы хотим объявить. Скормить эту провинцию Лангзангу, а эту взять себе. Вот здесь вот очень хорошая есть провинция. Знаете, что мы сделаем? Мы сейчас начнем фабриковать претензии на Прекруссей. Сюда. Потому что это важный центр торговли. Дельта Меконга. Будем фабриковать там. И параллельно объявим войну за какую-нибудь другую провинцию. Например. Тем более, что перемирие кончилось. А Айюте мы не позовем, чтобы им ничего не давать. У них тоже есть... А, у них нет претензий. У Айюте нет претензий. Ну и ладушки. В общем, мы могли бы скормить вот это все, в принципе, Лангзангу. И иметь такого сильного буферного вассала. Но тогда... В общем, не знаю. Мы сейчас немножко подождем. Вот, объявляем войну. Я думаю, что мы объявим за Ангкор. А там дальше будет видно. А Айюте мы звать не станем. Она нам не надо. Мы всегда можем позвать их потом. С их стороны, скорее всего, вообще никто не присоединится. О, у них обнаружилась целая восьмитысячная армия. Смотрите-ка, в темноте. Но у нас здесь достаточно крупная армия есть союзников. Так, не надо заходить в порт. Так, ну что у нас по деньгам? Да, мы просто зашибаем банк теперь. Замечательно. Как там наш первооткрыватель? А, вот он как раз подплывает. Вот, хорошо. Правда, он пока не узнал ничего в этих островах. Но, вообще-то, должен был бы. Но он не знает. Он плывет вокруг острова, да? Это вот такой... Что это такое? Земля? Нет, наверное, я не уверен. А, вот. Нашлись еще какие-то острова. Отлично. Мне кажется, это все-таки более правильный путь. Тем более, что наш план Б потерпел полный крах. Ему не удалось открыть ничего нового. Меня это очень сильно расстраивает. Давайте посмотрим просто колониальную дистанцию. А мы сюда все равно не дотягиваемся. Ха-ха. А почему? И дотягиваемся. Вот сюда уже не дотягиваемся. Вот сюда дотягиваемся. Какая глупость. Ладно, мы немножко тут престиж попробуем заработать. Давайте посмотрим, что происходит. Вот здесь они маршируют друг за другом кругами. Похоже, что нам придется немножко все же ввязаться в это дело, использовать свою армию. Но наши корабли пока что находятся далековато. Давайте на этом закончим серию. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Пока.